Уважаемые дамы и господа, начинаем очередное мероприятие нашего фестиваля «Белые ночи ирбита» Литературные вечера в доме Казанцева, как они у нас традиционно всегда шли. Один только вечер мы провели на Карла Маркса, вечер владельщиковой. Остальные все проходили здесь, и мы только сейчас в дислокацию переместили сюда, в зал Брусиловского, на фоне, так сказать, этого внесения креста. Я думаю, что это только улучшило атмосферу нашего собрания. Сегодня у нас неожиданное изменение в программе. Для меня только сегодня утром стало известно. Мы предполагали, что сегодня Юрий Владимирович просто здесь вместе с Татьяной Евгеньевной и Татьяной Евгеньевной заболело. Будем представлять все издательство и всю их деятельность за последний год. И придут целую выставку своих роскошных изданий. Но немножко программа изменилась. И поэтому из болезни Татьяны Евгеньевны, главного редактора этого издательства, здесь присутствует только Юрий Владимирович, который дальше у нас расскажет немножко о деятельности, и потом чего-то из своего творчества тоже нам преподнесет. Я надеюсь, особенно по части юмористики. А главное, сегодня пригласили к нам в гости известного поэта, литератора и в прошлом главного редактора журнала «Юный». То есть «Уральский следопыт» Герман Владимирович Иванов. Вот прошу его въезд. Он у нас не впервые в городе, он уже не бывал, но в литературном вечере в музее он часто использует. Так что прошу любить и жаловать. Ну а все остальное Юрий Владимирович и Генн Владимирович. Ну у нас как бы не то, что совсем изменилась программа, как сказал Балерий Андреевич. Значит, у нас истательство в очередной раз представляет очень интересного хорошего человека. Поэтому этот хороший человек – это Герман Владимирович Иванов. Слава Богу, сегодня у него появилась возможность приехать, рассказать немножко о своем творчестве, прочитать свои стихи. Значит, это член правления Союза писателей России Свердловского отделения, правильно, Герман Владимирович? Это один из наших ученых. То есть это блистательный, интересный, талантливый. Мало того, что с большой и серьезной философской проблематикой, но еще и с юрнической. Есть стихотворения, которые мы печатали, и в некоторых изданиях под названием «Та же ногая музыка», «День тюни», «Хулиганские стихи». Значит, это все есть в творчестве Германа Владимировича. И я просто очень и очень рад, и не то, что потому, что, как сказал Мариан Андреевич, что-то изменилось у нас, а просто мы захотели, чтобы вы увидели этого хорошего человека, услышали его стихи. Но мы, наверное, будем на пару работать перед вами. И где-то в какой-то момент, может быть, и я что-то почитаю, может быть, и свои стихотворения, а может быть, и стихотворения наших авторов, то, что мы хотели вам представить. Но вот, как бы, Герман Владимирович, прочитаешь сразу какое-то такое серьезное, хорошее, юрническое стихотворение? Юрническое стихотворение. Юрническое, чтобы сразу задать ритм. Ну ладно. Юрническое, чтобы тебя сразу полюбили. Правильно? Хорошо. Я прошу прощения, потому что я и скажу из той элементарной фразы, которую великолепно озвучил Олег Янковский в фильме, по-моему, тот самый Минхаус. Улыбайтесь. Помните, что самые грустные вещи на свете делаются только самым себе. Ну, можно я сидя, потому что у меня что-то ноги нет, особо не особо. Ну, самое юрническое, это я считаю, что у меня стихотворение, которое называется «Китайские мотивы». На другое бы я не разжился, потому что деньжонок впритык. Разодетые в китайские джинсы, весь замотанный в их пуховик, Выбегая с утра, полусонный, на китайские глядя часы, А на мне, извините, кальсоны с ихным лейдом, носки и трусы. Мне не то, что корден, просто зайцев не по силам, понятно, ежу, Потому благодарен китайцам тем, что голым совсем не хожу. Я люблю их, стараниям которых в мире есть и лапша, и кунг-фу, За бумагу, за рис и за порох, а вдвойне за лейбов и дуфу. И меня укорять не пытайся, ты мне лучше в глаза посмотри. Я снаружи китаец к китайцам, чисто русский, однако, внутри. Ну, сейчас что-то более серьезное, так как у нас прошел юбилей 70-летия Великой нашей Победы, я прочитаю вам несколько стихотворений из этого цикла. Я родился 20 декабря 1940 года, перед самой войной. И вот хочу прочитать вам стихотворение, которое так и называется. 20 декабря 1940 года. Я родился на грани между светом и тьмой, Среди смеха и брани, за барачной стеной, Где дегабрское солнце, отправляясь в полет, Тускло лилось в оконце сквозь узорчатый лед. Лучик тонкий и узкий через щелку глядел, Предрекая июньский долгопамятный день. Был жестокий, огромен гнев великой страны На краю, на изломе самой страшной войны. Люди в танках горели, в землю прахом легли, Жизнь свою не жалели, но детей берегли. Потому я и выжил, и до ныне живу, И чем дальше, тем ближе вижу их наяву. В железной печке пляшут тени, Огонь разбуженный гудит, И мать, уставшая смертельно, На табуреточке сидит, Работой смята непосильной В цехах холодных, тыловых, За брата, мужа и за сына, И за себя, за четверых, Безвольно руки опустила В печали бабе вековой, И на щеке слеза застыла, И взгляд как будто неживой. Сейчас ее никто не видит, Но утром снова встанет мать, И к нам с лицом спокойным выйдет Войну и смерть перемогать. Кто постарше, может быть, помнит, Что в время войны По работающим подросткам Выдавали дополнительные пайки, Так называемые. Вот моему брату Выдавали один из таких пайков, Я написал об этом стихотворение. Когда часы Показывали шесть, Ходил мой брат, Усталый, изможденный, Протягивал коробочку из жести, И молча в дальний угол отступал, Чтоб не смотреть голодными глазами На то, как я проглатываю Жадно полгорсточки яичной желтой пыли Подростка дополнительный паек. Я самый младший, Значит, самый слабый, И мне сестра От скудной пайки хлебной Отщипывая корочку ржаную Подсовывала, будто невзначай, А у самой одни глаза остались. Ему тринадцать, Ей два пятнадцать, И рано утром снова на работу Мой брат, жестянщик третьего разряда, Сестренка, милосердная сестра. А за окном военная зима, С угревым воем мчалась по сугробам, Толгалась дверью, Стискивалась в трубы Сырых и непротопленных домов. Холодная железная буржуйка Подблескивала зевом В черной саже, Льдом покрывалась в чайнике вода, И брат вздыхал, Затягивал фуфайку И уходил на станцию шортаж, Чтобы в снегу, Спрессованном до камня, С огляпкой уголька Заказан ковырять упавшего Вдаль насыпи с вагонов. Ведь скоро мать объявится с работы, Усталая, изябшая, худая, И, может быть, в тепле не сразу вспомнит, Не спросит, как обычно, от порога, Письмо не приходило от отца. АПЛОДИСМЕНТЫ Эхо! Я помню тот колхозный сад, Где летом весело и звонко Над старой бомбовой воронкой Летали наши голоса. Она, залитая до края дождями, Талой водой, Была для нас счастливым краем. Там в лебеде чуть-чуть седой, Орда орущая, босая, Штаны снимая на ходу, В воронку с хохотом бросалась, Аж перехватывала дух. Потом в траве валялись колкой, И было очень хорошо. Там шестилетний шустрый колька Железку в рубчиках нашел. И было радостно, конечно, И любопытно пацану. И он за ржавое колечко Ее тихонько потянул, И взрыв, и тонкий виск осколков, И эхо в дальней синеве, И неподвижный страшный колька На окровавленной траве. Ну, это уже послевоенное стихотворение Называется «Колоски». Серебрят уже годам мои виски, А я помню в чистом поле колоски. Среди рыжего колючего жневья Вродит худенький мальчишка. Это я. Торба серая на узеньком плече, Куртка старая, подбитая ничем, Из сугонного трофейного гнилья Нагибается парнишка. Это я. Подо мною в ломках румкает стерня, В алых капельках уколов пятерня, А за мною вслед ребята косяком Поднимают колосок за колоском. Это мы, войны бедовые мальцы, Те, которых не увидели отцы, Те, у которых мать надорвана бедой, Те, которым хлеб достался с лебедой, Те, что смерти были с малых лет близки, Высыпая я из торбы колоски. На брезенте подымается гора Золотого всенародного добра. Сытным светом в каждом зернышке горит, И учитель молча нас благодарит. Ни словечко, ни полслова, Только взгляд. Нам глаза его о многом говорят. Поле тянется до сумрачных небес, Вот и снова набирают торбы вес В чистом поле до слепой осенней тьмы. Бродит худенький мальчишка, Бродит дружная батага. Это мы. В среде продувных телогреек Бушлатов с казенным сукном Одеться во что поновее казалось Незбыточным сном. Представьте себе на минутку Заветных мечтаний предел. Шикарную летную куртку Я гордо впервые надел. Подрос, возмужал, заслужил И дождался карманов косых на груди. В ней дед воевал на гражданской, А тесно свидание ходил. Она им в морозы и сырость, Теплом и фасоном была. Две жизни под ней износилась, А вещь и на третий цела. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и довольно об этом. В грустном. В грустном. Сейчас вам прочитаю просто Лирические стихи. А я пока Герман Владимирович смотрит, Скажу, что это стихи из книги, Которая издана в серии Библиотека поэзии Каменного. В числе сорта и вишневых книгах. За что я очень, Юрий Владимирович, Остываю очень. Ну и привезли какое-то количество. Так всегда по традиции могу сказать, Если у кого-то есть ожидание купить, То сто рублей. Если кто-то хочет дать больше для автора, Это не возбраняется. Если у кого-то денег нет, Может взять бесплатно. Ну, вот такое небольшое количество Мы привезли. Я надеюсь, что не все захотят взять бесплатно. Даже если все захотят взять бесплатно, Это не возбраняется. Пока погоды ждешь, Взирай, как в речку ловко Вбивает мастер дождь, Свинцовые заклепки Не хлещет на бум, А четко слуху любо Сливает плюм и бум И сотворяет плюм-бум. Жди под собачий лай, Не превословив Богу, Не спешно размышляй О бренности земного И проникая в суть Размеренно и кротко Готовь в неблизкий путь Своё весло и лодку. Там, где усталые березы Склонили бетви до земли, Где серебящийся роздым Дрожит в плену речных долин, Где все замедленнее глуша Туман искрит, Руман дробится и искрит, И как потерянные души Бредут далёкие костры, Где в людях гордая степенность, А в их глазах раскат степей Вольётся в душу мне Напевность Блинной родины моей. Ночная птица Кличет вещи, На травах вызрела роса, А месяц низко так подвешен, Что хоть пиджак на рог бросай. Ночь чёрным лаком воронёна, Стараясь тишь не расплескать, Насторожённо, потаённо Стоит деревня у леска, И как издревле, как издревле, То в одиночку, то гурьбой Склонились добрые деревья Над каждой русскою избой. Набег. Вот сегодня мы ехали, У нас как раз набег был. В глухом отдалении Сухие поленья Колол и раскатывал гром, Но выбрав мгновенье, Надбинулся тенью И ахнул вблизи топором, Сперва говорливо, Потом торопливо, Стеной неприступной В отвес Незринулся ливень С лиловым отливом И заспит на чёрных небес. Молния нажала, Зигзагом бежала, Трещая, сжигая следы, И в восвете Алла вдруг как оборвала Падение тяжёлой воды. Светло на востоке, Деревья в восторге И кашляет гром уходя, Висит в водостоке Верёвочкой тонкой Прощальная память дождя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Страда. Пришла страда, Забота страдавняя, Работа от зари И до зари, И на покусы ближние И дальние чуть разведнело, Вышли косари. Ещё туман слоился Над дизинами, И когда, переплетая голоски, Понад рекой тоненько Задзинкали По лезвиям шершавые бруски. И засоверкала сталь Звонкоголосая В густой траве С коротким скриком Ах! Широкими и чистыми прокосами Высвечивая каждый новый мах, А дали бёдра долгое пророчили. И сколько взгляд летел В перегонки По лбам лугов Размашистыми строчками Бежали крутобокие волки. И было нам В невыразимой слитности Землёй и небом Просто и легко. И пахло сено Крепкой домовитостью, Краюхой хлеба, Тёплым молоком. Этюд По желтолистью По краснопалу С хитринкой лисьей Тропа петляла По ней туманно Простоволоса В красе обманной Скользила осень Цветной метелью Листвяной вьюга И она хотела Достать до юга. За синеданием За синеданием Мелькала осень И остывали Прострелы просек, А следом ветер Залётный ухарь По разноцветью Скакал и ухал И в желтолистье, И в краснопале С хитринкой лисьей Тропа пропала АПЛОДИСМЕНТЫ Герман Владимирович, пока ищешь, можно? Да, конечно, а то я уже Маленько задыхаться начал, а ты давай Дадим небольшой отдых Автору Стихотворение Ну вот я не знаю, узнаете Вы, наверное, не узнаете А вот узнаете, Герман Владимирович Стихотворение такое Ёрническое, поэтому сразу Прошу прощения Если обижу Чей-то эстетический вкус Но думаю, что не должен Из хламидо Монады Сочинил я наряд И хламидо Что надо И монады Искрят Что ж, хламиде я рада Мне жена говорит Только эти монады Так бульгарны на вид Я подумал, не правда Но попробуй, скажи Отпорол все монады И в тайник положил Вид без них непорадный Отвращал И бесил Лишь любви нашей ради Я хламиду носил Но когда оставался Я один В тот же миг Блеском их Любовался Наврядом Аминь Есть еще одно Удовольствие Герман Владимирович Которое мне тоже нравится Памятник называется Можно? Да, конечно Знаете, памятник пишет Каждый человек Причастляющий себя В большой поэзии Державина, например Уфин Вот Герман Иванов Под забывание В юге Вижу я Сладостный сон Там За большие заслуги Памятник мне Вознесен За кружевною оградой Гордо стою В вышине Только вот голуби Гады гадят На лыс Ну еще одно Такое Шуточное Стихтурение Эпиграф такой Кто постарше знает Во дворце культуры Состоится Вечер Кому за 30 Приглашаем всех Желающих Из объявления На вечере Кому за 30 К стене Где классики висят Позвольте Дамы Притулиться Поскольку мне За 60 Но обнимая Взглядом лица Фигуры Профиль И фасад Вдруг осознаю Вам за 30 А мне Слегка За 60 Сквозь потаенные Ресницы Словлю ответный Нежный взгляд В котором Дерзости На 30 А опыта На 60 Пускай жена Притворно Злится Мужья ревнивые Косят Забудем все Какие 30 Какие к черту 60 Я вновь готов В твисте Взвиться Пройти Сибальси Присяд И в уголке Уединиться Минут на 5 Минут на 30 А впрочем И на 60 И комплиментом Разразиться В ответ Услышать комплимент Я ни почем Не дам Вам 30 А вам 50 нет Пусть жизнь Безмерно Долго Длится Глаза Желанием Горят У тех Кому Пока за 30 У тех Кому За 60 Давай Дорогая Подружка Осенним Лесным Сквозняком Отправимся К черной Опушке На берег Как солью Горбушка Присыпанный Первым Снежком За старой Плотиной На взлобке Устроим Нехитрый Привал Здесь Нами Проложены Трубки Здесь Я упоительно Знобка И нежно Тебя Целовал Спускается Солнце Все ближе В холодную Строгость Воды И сонными Бликами Лежит Борт Лодки В которой Недвижен Фанат Поплавочной Уды Пока Я костер Раздуваю Топориком Ветки Рублю И песню Свою Напеваю Припомни Моя Дорогая Что я Тебя Очень Люблю На этой Холодной Опушке У кромки Воды Продувной За наши Бессмертные Души Плесни нам В походные Кружки Живительной Влаги Хмельной Как осень Торжественно Реет Как Время Летит В забытьи Прижмись Ко мне Ближе Теснее Дай Теплым Дыханием Согрею Озявшие Пасе Твои Аплодисменты Аплодисменты Женем Мы В девичестве Емельянова Если я Иванов То На Емельянова Никогда Мы Не имели Ни богатства Ни земли От Ивана От Емели Нас с тобой Произвели Но зато На белом Свете Мы останемся В веках В русских сказках В славных Детях В самых Умных Дураках Аплодисменты Аплодисменты Герман Почитай Что-нибудь Саят А почему Восемь строк Можно задать вопрос А восемь строк Это просто У меня накопилось Много стихотворений И восьмистишей И я решил Их объединить В одну книжечку И вот И все Это Весь секрет Вся философия Да А из восьмистишей Может быть Что-то такое Ерническое Философское Ну Надо Посмотреть Конечно А я Если позволите Ну я Конечно Стихотворение Не помню Но попрошу Чтобы мне Герман Владимирович Там где я Забьюсь Как сказал дальше Можно Ну конечно Позволишь Из ногой А дальше И громко Стонало Соседка И тихо Соседу Бормотал Все Врут Что чудес Не бывает Терпеливо Срок свой Снеся Та женщина Соседка Обычно Живая Весь странно Пунцовая Вся Хранил ее Верно Всевышний Мучитель Минуту спустя Кричал Что все Гвоздики Вышли Что нет У него Ни гвоздя Ну вот Есть Понимаете Есть такое Ощущение Жизни Есть радость Этой жизни Вот У Герман Владимировича Он сегодня сидит Как-то так Потихонечку Пытается Лирически Но это действительно Это большой Серьезный В том числе Йознический Поэт Я его все Пытаюсь вывести На какие-то Такие Хулиганские Вещи Но все же Все же Мы живые люди Правильно Вот сейчас И с восьмистишей Может быть Да Сейчас Найду Поговори Ну ладно Я пока Сам Свои Почитаю Свои Я может Попозже Если вы позволите Ну вот Знаете Тоже Вот Так говорится У нас ведь Время Семидесятилетия Великой Победы Правильно Но если Семидесятилетие Великой Победы То вот Есть одно Такое имя Вадим Кузьмич Очереден Но наверняка Ведь вы все знаете Я твой родина То есть это Уральский Доброводческий Танковый корпус Неоднократно ранен Там наградных И прочим На него Уходило много Что-то Вернулось Что-то Нет Это человек Который В свое время Редактировал Журнал Урал Редактировал Журнал Уральский Слитопы Один из Предшественников Германа Владимировича Но все дело в том Что до Очень долгого времени Значит Стихи-то Свои он не печатал И мы С его Значит Женой Идой влазь На очередной Долго И долго она Думала А можно ли Вообще Их печатать Но в результате Мы напечатали Вадим Очередин От старухи Древней Слышу Мне Волнующая Кровь Там Рождаемость Повыше Где Поэты Страстно Пишут Про Хорошую Любовь Человеческий Удел Овладеть Миллионом Дел Выплавлять Любую Сталь И Вытачивать Деталь Может Женщину Увлечь Переводом Страсти В речь Может Сделать И ребенка Съесть Подвыпив Кутеленка Человек Коль Надо Сможет Жизнь Отдать И Подороже Но Не Может Он Пока Сделать Умным Дурака В Аплодисменте Вот я Вадима Кузьмича Прочитаю Несколько Стихотворений А потом Мы снова Германа Владимировича Попросим Читать Да Я Режу Здесь Без Огня Под Одной Палаткой Кто-то Вспомнит Про Меня И Вздохнет Украдка Цыплет Цыплет Литкий Снег В перемешку С минами На Минуточку Во сне Ты Явись Мне Милая Друга Вот опять В пути Схоронил Под Клёном Я Ну Явись Дай Сил Дойти До Берлина Черного Если Тут В беде Дорог Шли Б Не Ты Не Родина Столько Я Пройти Не Мог Сколько Уже Пройд Ну Это Действительно Великие Стихи Великие Слова Большого Серьезного Человека Мы же Сегодня Обещали Представить Палитру Хороших Интересных Авторов А не только Одного Германа Владимировича Правильно Я Люблю Шептали Не Однажды Многие Столетия Этот Звук Я Ж Тебя То Это Значит Жажду Холю Требую Зову Отдаюсь Веду Мечтаю Мучаюсь Беру Хочу Пестую Ношу Ласкаю Поднимаю Славлю Мечу Вижу Чувствую Трублю Вот что значит Я Люблю Это вот человек Который Свои стихи Не хотел Печать Вот эти стихи То есть Но Как говорится Все равно Талант Остается талантами Он Все равно Останется В нашей Вечности Правильно В нашей памяти Ваши Восьмистишья Давай Нашел Я Что-нибудь В зоопарке Называется Говорила Мне Горилла У людей Такие Рыла Я это уже Говорил Ну и Рыла Угорил Тем не менее Они Человечески Сродни И Горилла Для меня Симпатичная Родня Ослик Может быть Это кому-то Не нравится Но Не сдавая Судьбе Серенький Ослик Стоит Упирается Бей его Палкой Не бей Баста Хозяин Иссякло Терпение Хватит Грузить Без стыда Разве Награда Три шишки Репение Стоит Такого Труда Жираф По саванне Африканской Важно Шествует Жираф Как гигантскую Указку Шею Статную Подняв Он В себе Души Не чает Гордо Голову Несет И В упор Не замечает Не постигнувших Высот Ну и два стихотворения Которые называются Во сне Наяву Один и два Я в рай Попал Я пью Нектар О как Божественен Сей дар Как сладко В глотке Вокруг Ни горя Ни кручин Одни торты И куличи Зачем Без видимых Причин Вдруг Просыпаюсь Я В ночи И жажду Водки Во сне Наяву Два Я Во сне Услышал Фразу Как Благую Весть Деньги Надо Тратить Сразу Если Деньги Есть Я Тогда Очнулся Мигом Глянул В портмоне А внутри Большая Фига И дыра На дне Значит У нас Был такой Поэт Никому Неизвестный Александр Устинов Он и до сих пор Никому Неизвестен Значит Случайно Нам попали Его стихи Мы их напечатали Эти стихи Это Тридцатые Сороковые Годы Значит Он сидел Где-то Его по-моему В 50-х Годах Отпустили Сидел Он Не за Светы Своей А сидел Он За то Что Они Что-то С кем-то С соседями Не поделили Поленницу И в результате Из-за пары Поленних На него Написан Золдонос Родня У него Успела Уничтожить Все стихи Которые Были Написаны Все Что Он Вспомнил Потом По памяти Он Написал Ну вот Памятник Стихотворение Ну тоже Памятник Но не про него Это Как говорится Тут есть разница Он На другом Памятнике В Москве Недавно Памятник Исчез Вожди Опять Европу Удивили В газетах Киснули Что Пушкин Сам Здесь Лез На самом деле Поэту Посадили Был Пушкин Бронзовый Немало Изумлен И в ГПУ Кричал Да вы Умели Меня Сажать Не вами Возведен Меня цари И то Сажать Не смели Ему Чекист Резонно Отвечал Прошу Прости Вы Некогда Писали О Рыцаре Скупом Скажите Где Подвал Где Золото Что Спрятано В подвале Не скажите Пеняки на себя Ну что вам стоит Дать такую справку Не то сейчас Распоряжусь Я Чтоб Вас Отправили В завод На передмавку Час Целый Памятник Подавленно Молчал Но нервы В тяжкой Бронсе Трепетали В конце В конце концов Он указал Подвал И утром Снова Было В фигистале Вот представляете Это 30 якульцев Ну за это Игоня посадили Его посадили Сухаря Но в продолжение Тему Чтобы не Забиться Дальше Потом Жили-были Дед да баба Пили кофе И с коньяком Рассердился Дед На бабу И донос Отнес В обком Баба Тоже не стерпела В КГБ О нем Напела Говорят Что с этих пор Разрешился Давний спор И все ночи И все дни Не встречаются Они славно Поросм Живут Хлеб С баландой Жуют Хорошо Что в их судьбе Балабко И КГБ Ну читаю Это Устинова Читай Еще Устинова Еще Стихотворение Устинова Но Похмелье Называется Можно 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 Нет У кого Возвращение А кто На самом Пьянство Бороли Похмелье Попьянствовал Попуйствовал Довольно Морально И физически Разбит Пойду Сейчас Построю Колокольню И буду К покаянию Звонить С похмелья Я и монастырь Приеду В похмелье Я и тихий Незлобли С раскаянием Твоим Упором В неблю Смирений Главу Свою Склонил Представляете Такого уровня Поэт Еще Один Поэт Который Вот В свое Время Вместе С Николаем Рубцовым Они учились В литературном Институте Кстати Литературный Институт Закончил И Герман Владимирович Имени Горького Правильно Есть такое Дело В этом Литературном Институте Учились Три В принципе Товарища Николай Рубцов Виталий Кадолов И Николай Голден Николай Франк Голден Он Слава Богу Жив здоров Находится В Каменске Уральском Это писатель Уникальный Совершенно Я считаю Один из наших Серьезных И удивительнейших Прозаиков Значит Вместе С подорожником Должна была Выйти Книга Кадолова Но Виталий Кадолов Отличался Неким Таким Напористым Буйным Нравом И на Одной Поэтической Тусовке Он Прочитал Стихотворение Я его Прочитаю Сейчас Но В результате Этого Стихотворения Книжку Которая Была Напрана Вместе С подорожником Советским Писателем Тут же Разобрали И сказали Такого Писателя И поэта В Советском Союзе Не будет Никогда Когда мы Его напечатали Значит Геннадий Иванов Это Председатель Нашей Секретарь Писатель Союза Писателя Секретарь Секретарь Значит Они приехали Сказали Срочно Ищите Кадолова Это Действительно Один Из Уникальнейших Поэтов И мы Будем Давать Ему Зеленую Улицу Начали Его Искать Выяснили Что Где-то Вот Сейчас Получается Года два Назад Он погиб В Нижнем Тагиле Жил В Нижнем Тагиле Все его Рукописи И прочее Так как Жена у него Умерла На операции Он Был Зарезен В Тагиле По одной Из Своих Буйных Этих Самых Ситуаций А все Его Рукописи Вывезли На помойку И не утрачены И вот То Что Вспомнил По памяти Николай Франкевич Голда Значит Вот эти Секи Мы напечатали Мало Что мы напечатали Мы напечатали Еще и Венок Поэтов Ой Венок Санетов Ну вот Вот это То что осталось Но После публикации В журнале Веси Возник Невка Петр Кадолов Который Живет В Италии И сказал Что Часть Тихов Сохранились У матушки А он Его сын Значит И обещал Прислав Но Чуть уже Четвертый год Ничего не шлет Мы сказали Шли Будем Печатать Вот Когда Над Прохладой В пустыне Встает Луны Опаленная Рана Как в древности Шагом Неспешно Идет И шаг Впереди Караван Ему наплевать На добро И на зло На смерть И на взрывы Урана Ему Бьет Меня Таково Ремесло И шаг Впереди Каравана Уж так повелось Что ишачья Душа Безгрешна Как стихи Скораны Верблюды Послушные Спокоены По шагу И шаг Впереди Каравана Собьется Так горе Ему самому Песчаные Скроют Бархан И новый Пойдет Сквозь Жару И саму И шаг Впереди Каравана За вас Барзаписцы Полушки Не дам Что ваши Стихи И романы Когда Вы в пыли По ишачьим Следам Плететесь В хвосте Каравана И вами Конечно Доволен Поша И ваши Безгрешны Кораны Ваш путь Обозначен И вы Ишак И шаг Впереди Каравана Ну как Пусть Потворение Пусть 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 Герман Владимирович Примешь эстафету Ну давай Дальше Пробираясь Сквозь чащу Без дороги Примет Просто так На удачу На далекий просвет Вышел я На приволье Где Прильнуло К леску Золотистое Поле Колосок Колоску Здесь Под сводом Небесным Обрамляя Края Между Полем И лесом Пролегла Колея Перерезав Все корни Плугом И колесом Меж красой Рукотворной И меж Дикой Красой Человек Перехожий Я стою На беже Что до боли До дрожи Пролегла По душе Тот дворик Невеликий Поросший Вняком Где мы играли В чику Истертым Пятаком Где старый Мяч Метался Меж Низеньких Ворот Лишь В памяти Остался Как время Без забот Святая Память Детства Свети Издалека Плач Безутешный Все августа Лица Последней Беспечной Растрате Желают Продлиться Они не готовы К расплате Простите меня Я такой же На время Живущий Костер Сентября Пробирается В райские Кущи И косит Листву Забубедной Косой Ветробойной Всему естеству Угрожая И делая Больно Зима Упадет Белизною Укроет Пространство Не станет Забот Под покровом Снегов Беспристрастных Где спят Семена И уютно Глухим Корневищем Покуда Весна Заколдованный Край Не отыщет И будет Им сниться Бездонные Звездное Небо И шелест Пшеницы И щебет Синицы И шепот Созревшего Хлева И ржание Коня И сверкание Дальней Зорницы Пускай без Меня Но все это Опять Повторится Аплодисменты Герман Владимирович А могу задать Несколько вопросов Конечно Хотите Все дело в том Что для меня Конечно Герман Владимирович Это один из Вот тех Динозавров Которые Как мы называем Еще поэты Шестидесятники А вот можно Ты самая Можешь Рассказать Какие-то Нюансы Которые Это движение Которое было Здесь на Урале Ну мы знаем Допустим Тот же Евтушенко Вознесенский Рождественский Висотский Там А тут жабы И так далее А вот здесь На Урале У нас же У нас сейчас Вот такая ситуация Что у нас Слава Богу Живых Шестидесятников Поэтов Осталось больше Даже чем в Москве И в Питере Правильно? Ну да Один из них Герман Владимирович Ну Пусть рассказывает И колется За свое поколение Шестидесятников Дело в том Что Самое Как у нас Это все протекало У нас протекало Так что Шестидесятников Официальные Органы Союза писателей Не пущали Как говорится То есть Были Литературные Объединения Тогда Кругом Их очень было Много Кстати В Екатеринбурге Только было Свердловске Четыре или пять На Уралмаше На Химмаше В центре Центральное Объединение Пилипинка Над каждым Объединением Каждому Объединению Утверждали Руководители Обязательно Были Такие Знаменитые Как Борис Марьев Который Клубом Имени Пилипинка Руководил Были Поменьше Рангов Других И в каждом Городе Было И в Рбите Наверное Было Свое Объединение В то время Потому что Я лично Руководил Объединением Богдановича Одно время Ездил туда Целый год В то время Вот И В принципе Был Очень строгий Надзор То что мы Писали Никуда Не пущали Ни в журналы Ни в серьезные Это Сам Только Так Вот Напиши Датские Стихи Тебя Публикуют Или стихи На рабочую Тему И так далее Я тогда Работал Модельщиком Начинал На Уралхин Морзаводе Работать Поэтому У меня Все время Соказывали Самые Стихи На рабочую Тему Ну Чего делать Вот Только Только Их Упубликовали Остальное Что-то Лирика Это все Это все Ерунда Вот И доходило До скандалов Если Там Какой-нибудь Что-нибудь Происходило Я В свое время Уже После того После того Как стал Работать На готиражке Газета За химическое Машиностроение Вот Мы С С Тогдашним Главным Редактором Сережей Голиным Решили Дать Подборку Нетрадиционно Таких Стихов Которые Не Не Печатали Центральных Газетах Наших Городских И Дали Подборку Юрия Лобанцева Среди Которых Было Было Стихов Творение Которое Называлось Этиц Солипсизма Ну Он Такой Философского Самого Юра Лобанцев Такого Философского Раздунчивого Плана И Увлекался Очень Философией Когда Мы Это Напечатали Стихов А там Была строчка Что Нет Ничего Ни партии Ни правительства Единственная Строчка Которая Ну Что Ну За Которого Не Пустили Стихов И Меня Меня И Сережу Начали Вызвать Вызвали В Портковье Начали И Целых Полгода Нас Долбали Какие партии Каких Правительств Вот На таком уровне Все было Раньше Но Когда Было Легче Тогда Писать Или Сейчас Легче Тогда Было Стать Знаменитым Или Сегодня Да И Тогда И Сейчас В общем То Это Все Зависит От 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 Того Заметят Тебя Где-то Или Не Заметят Пробивной Ты Или Не Пробивной Вот Поэтому Люди Которые Потише Они Так И Сидели В принципе Долго Хотя Может Быть Поталантливые Других Были Ну То 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 Отличие Нашего Уральского Я Могу Немножко Сказать Потому Что Допустим Отличие Московского Так То есть Человек Выходил К памятнику Маяковского И начинал Читать Стихи Его Вытаскивали А он Все равно Читал Стихи Народ Шумел И давали Пусть Дочитывает То У нас Когда Марьев Попытался Почитать Свои Стихи То Его Никто Не Оттаскивал От памятника И Никто От памятника Кирову Значит Возле Упи Никто Нормально Но С другой стороны На другой День Пришли И сказали А зачем Тебе Это Надо И он Что-то Подумал Это Было Сказано Так Что Перестали Наши Шестидесятники Идти Вот так Рвать Грудь Значит Ну Я Больше Скажу Я Руководил Когда Уже Работал Бюро Пропаганды Хударственной Литературы Союза Писателей И Руководил Литобъединением Новоролмаш Вот Я Что-то Сказал Я Уже Не Помню Что-то Такое Крамольное И Меня В КГБ Вдруг Вызывает Написал Кто-то Из наших Этих Литобъединенцев И Стали Разбираться Я Ничего Не Не Вот Такие Дела В Голи Если Можно Я Стихотворение Марьева Почитаю Борис Марьев Это Не знаю Как Наша Официальная Литература Вечерская Братья Но Я считаю Один из Наших Меличайших Уральских Поэтов Да и Российских Тоже Я живу Ожиданием Чуда По утрам Я себе Дарю Мокрый Блеск Тополинного Чуба Ветер Шторок Синицу Зарю Понедельники Среды Субботы Вечно Радостен Мой Непокой Будут Руки Гореть От работы Будет Лунная Ночь Над рекой Будут Споры Поэмы Свидания Стоголосы Ликующий Лес А чудеснее Всего Ожидания Ожидания Но Чудес Мне кажется Это действительно Аплодисменты Позволишь Вот здесь Первый номер Журнала В своем Время Мы приезжали И мы Наверное Кто-то В присутствии Не слушали Славу Соломатина То есть Испортина Вот 3 января Слава Не стала В день Нашего музея Его не стало Растворение Легких Все его Прекрасно Вот мы напечатали Мы же были Иногда вечером Из последней Тетради Стихи Значит Я думаю Что и все Его творчество Мы каким-то образом Постараемся Это блистательнее Совершенно Поэт Но вот я Позволю Прочитать Стихотворение Книга Которое Мне больше нравится А оно нет Оно из Ради Стихотворения Здесь тоже Удивительное Совершенно Вот его Последнее Откровение Которое Ну можно Сказать Бог дает Поэту Откровение Вот они Опубликованы Здесь Стихотворение Которое За три дня До смерти Написано С 31 Это вы потом Это обязательно Прочитайте Все это Есть В библиотеке Музея То есть Все это Расставлено И поэтому Все эти Книги И газеты Которые Мы начали Время делать Журнал Это все Есть В библиотеке Музея Значит Не махнут ли Мне В первопрестольную Или камнем Как в омут в себе Болен Беснадежно Россией Моей Представляете Я лечу Я не могу Иначе Курс Мой Точно Выверен Стрелком Тот Кто мне Судьбою Предназначен Не подозревает Ни о чем Он Большой Красивый И влюбленный И перед лицом Иных Эпох Полнотою Жизни Упоенной Делает Сейчас Последний Вдох Пусть ли будут Клясть Меня Но знаю Люди Сами Бедствием Виною Если мне Металлу Доверяют Разрешение Споров Между собой Но какой бы Грех Не приключился Крестник Мой Был Парень Неплохой Если б Он внезапно Наклонился Поскользнулся Или Оступился Я Не Пожалел Промах Свой Ну а так Совсем Не без причин Мной Доволен Мысли Прочь Гоня Тот Кто словно Джина Из кувшина Из патрона Выпустил Меня АПЛОДИСМЕНТЫ Еще можно Конечно Я не даю Поэту Слово Есть ли Что вы Кстати Есть ли Есть какие-то Вопросы У меня Есть Затаренные Вопросы Я прошу Герман Владимировича Продумать Ответ На него А пока Я читаю Будете думать Герман Владимирович О чем Оле Было Руководить Журналом Уральский Средот Мы Видим Перед собой Редактора Одного Из редакторов Выдающего Журнала Надо же Это самое Чтоб Он уже Сказал Об этом А я Представляю Саши Чуманова Тоже Один Из Блистательнейших Я считаю Но вообще Вы знаете У нас Наша Уральская Поэзия Вот она Отличается Чем Но Вот опять Я сравниваю Я конечно Может быть Сейчас Скажу Крамольные Вещи Ну Извините Меня Те же Шедевры Андрея Вознесенского Летайте Самолетами Аэрофлота Любите На лету А если Вдруг Нелетная Погода Встречайтесь В аэропорту И так далее У него есть Конечно Шедевры Но С другой Стороны Умерет Такая Куча Макулатуры Вот этой Вот Идет Поэтому Ну У нас У нас У нас Есть Отношение К литературе Оно Как бы Особое У нас Никогда Не было И никогда Не превращалась Идеологическая Борьба Она Существует И сейчас И как бы Мы не говорили ККБ Там не ККБ Кто-то Но есть Если Государство Перестает Руководить Литературой Создавать Свою Определенную Национальную Идею Еще что-то Это Замечают Другие Значит Что у нас Сейчас У нас У нас Сейчас Пропаганда Той Литературы Которая Показывает Что у нас Ребята Все Плохо У нас Действительно Одни Помойки Одна Гадость Одна Гниль В нашем Государстве И это Очень Пропагандируется Той же Западной Прессой Видите Что у них Творится Ну Я не буду Называть Фамилии Сейчас Не об этом Речь Но Очень Много Идет Псевдопоэзий То есть Поэзия Наперсточников И так далее И так далее То что в принципе С чем мы В свое время Пытались бороться В журнале А потом Подлят Бесполезно Никто Это ничего Они это не понимают Но Нам все-таки Хочется Пропагандировать Хороших Поэтов Таких Как Герман Владимирович Такие Как Александр Иванович Трат Да И такие Вот как Саша Чуманов Чего Не увидишь На свете Все думали Клин Журавлей А это Летело На ветер Семейство Бюджетных Рублей Сезон Подошел Потому что Летать Оказалось Легко Гадали Анафа Алушка Но Стая Прошла Высоко Скрывать Не умей Печали Не чувствуя Сколь Не правы Вернитесь Им Люди Кричали Да где там Куда там Увы Кричали Аж Нафиг Как Хрипли Безмолвны Как Рыбы С тех Пор А стая А села На Кипре Конечно Там Лучше Офшор Аплодисменты Саша Чуманова Еще одно Стихотворение Прочитаю Исход Называется Мы Уходим 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 Собутыльники Временных Лет Кто На поиски Правильных Крови Кто За Это Неправильный След Так Что Божьи Заначки Сибири Прикупив Стратегических Кар Надлежит Безнаказан Насырит Налетает Золотой Миллиард Потребляет Безостатка Планету А когда Ужаснувшись Ядрится Рыдаешь А нас Таи Нету Чтобы Всех Обогреть Оботрить Вот Вот Так Ужаснувшись Всех акул распугали, но мы ненарочно, прости, Оклималищий цвет на каком-то пляшивом угоре, Ветер за ночь сменился, иду в направлении богам, Кто же знал, что так мерзко воняет Карибское море, Кто же знал, что так жутко и холодно здесь по утрам, Хоть бы капля в бутылке поплыли оборотно, поплыли, Все же запад для нас, европейцев, пока диковат, Возвращение домой, бесконечное, долгие мили, Оштрафуют еще, на работу еще сообщат. Верман Владимирович, расскажите немножко про журнал «Уральский следопыт». Ну, в журнале «Уральский следопыт» я проработал 12 лет, Пригласили меня зав. отделом в прозове и поэзии, Когда ушел Леон Григорьевич Румянцев. Вот, долгое время там работал, потом работал зам главного редактора, И последние три года работал главным редактором. В это первые 10 лет были годы прекрасные. Вы знаете, такого журнала, наверное, в Советском Союзе не было, Потому что журнал региональный, а тираж у него был полмиллиона экземпляров. И он был, может быть, полтора миллиона, если бы разрешали подписку вести. Подписка, если кто-то помнит, была ограничена. И вот столько-то дали на предприятие, столько и подписываются. Это был невиданный и неслыханный тираж. И успех ему приносил, конечно, во-первых, самый главный редактор Станислав Федорович Мишавкин, Во-вторых, весь творческий коллектив, И Виталий Иванович Бугров, который заведовал фантастикой, Особенно предложив, когда печатать там фантастику, И журнал в журнале, так называемую, элиту. Вот тогда он достиг максимума популярности и успеха. Но все хорошее, к сожалению, кончается. Когда наступили перестроечные годы, Когда поднялись эти бешеные цены, Мы просто оказались, ну, растерялись. Вот, потому что идет подписка на полугодие. Вот, только она прошла, а цены увеличились в пять раз или в десять раз. Вы помните, как скакала до миллионов. Вот, и расплачиваться не за бумагу, не за вывоз тиража, не о чем. Вот, сидели, совещались, думали. А что толку-то? Разве узнали, что у них там на уме, Это самого правительства, этого дикого совершенно, Когда министр культуры Козырев С самыми под Соединенными Штатами сидел, Этот придурок, который сейчас выступает в Штатах, Тоже как он, премьер-министр. Ну, вот такие правители были, Разве можно было с ними кашу варить? Ну, и тираж потихоньку, падал-падал, Не потихоньку, но и упал до трех тысяч экземпляров. И то деньги, просто я, Когда стал главным редактором, Когда Мишавский нашел, Пришлось мне занимать деньги у знакомой банкирши, Которая раньше руководила, Руководила Союзом печатью И распространяла наше издание. Она стала почему-то, То ли там брату некую, Она стала банкиршей, И помогала нам, суду давала. Но суду, они все равно, Этих отдавать надо. Ну да, то есть это была целенаправленная кампания На уничтожение доверия к печатному слову. Ну и в общем, Естественный конец, Потому что платить стало нечем, Пришли коммерческие структуры, Сказали, давайте мы у вас здание купим. А здание было не наше, Конечно, Ну, уступите нам здание. И журнал стал совершенно другим. И мы журналом будем руководить сами, И мы его, Ну, я подумал, Что делать-то я, Я весь долг, Весь долг, То ли мне квартиру продавать. Главному редактору государственного журнала. Ну, это схоже чем-то Я говорю, Берите только долги заплатите мои. Вот. И ушел я в 2000 году, в декабре. Журнал до сих пор как бы существует, Но с тиражом тысячи или полторы. Там что-то интересное стало, Печеток, В последнее время. Там остался Юниев Алексеевич Горбунов, Слава Богу, Зафальдилом Краеведения. Это наш, Как говорится, Основной работник. Основной работник наш. Вот, Слава Богу. Поэтому, Да, это Бог, Чтобы он возродился. Но я думаю, Что по части Краеведения Самый Сейчас журнал «Веси» Он перевешивает, Конечно, В Уральской следопыте. На конец-то. Да. Ваш висит. Поэтому, Вот. Мы еще вас не очень утомили? Нет. Тогда, может быть, Я и не знаю. Ну, вопросы, Может быть, Если есть какие-то вопросы, Готовьте, Задавайте в устной, Письменной форме. Сразу же будет. Любой. Но я тогда это сама сделала. Давай, давай. Нет, У нас еще есть такой вот, Блог, который мы в свое время Тоже печатали, Это пародия. Ну, пародия, Это, сами понимаете, Это уже смело, правильно? Если они талантливые, Хорошо сделаны. Есть у нас такой поэт, Владимир Зюйский. Значит, И вот он, Он как бы это самое... Привет тебе передавал, Я вчера его в троллейбусе видел. Ну, я давно его не видел. Вот смотрите, Значит, Наталья Никитина. Люблю железную дорогу. Люблю вздремнуть на верхней полке, Испить казенного чайку, И подсмотреть, Как из кошелки соседка достает еду. Пародия у него называется Люблю железную дорогу. Люблю на верхней полке лежа, Смотреть, Как накрывает стол. Заметит пищу подороже, Осведомиться вкусно. И если не поймут, Повторно задать вопрос Насчет еды, А пригласят, Когда проворно спуститься, Но без суеты, Как будто даже с неохотой, Достать ленивой рукой Кусок побольше, Сминой гордой, Жива, Взирая на другое, И насыщаясь понемногу, О чем попало говорить? Люблю железную дорогу. Ну как родную не любить? Еще читаю из тех пародий, Которые мне очень нравятся. Звучала песня, Где-то близко, То высоко, То нежно низко, Ее душевно, Девки пели, Без выходного, Всю неделю, Я так и словил, Пародия называется Девки без выходного, Без выходного, Всю неделю, И где-то близко, Девки пели, То высоко, Попачки до писка, Выводят нежно, А то низко, Затянут, Аж мороз похожий, И псы завоют, И прохожий Начнет креститься, Боже мой, Когда у девок выходной? На пародию на Татьяну Орлову, Стихотворение Татьяны Орловой, Я скрипка, Я лежу в футляре, В кромешной тишине и темноте, Когда-то помню и на мне играли, Расставив пальцы, Ловко по струне, Я робко пела и стонала, Страдала тихо от щепков, И очень много раз меняла Своих изношенных смычков, Я скрипка, Ты футляр, Откроешь сначала, Потом и край на струнах у меня, Пародия называется тоже, Я скрипка, Он долго гладил, Я ждала, Молчала, И намекнула честь, Не уроняя, Я скрипка, Ты футляр, Открой сначала, Потом играй на струнах у меня, Какой футляр, Какая к черту скрипка, Не понял, Он и стало скучно, Мне не музыкант, Ты смычок, Не шибко, И с ножом видно, А ведь я во сне, Ох, и видала, Жаль, что сон не в руку, Но ткнулся в руку, Мне восторг, А я смычок, Такой горячий и упругий, Что из футляра выскочила яс. Ну, вот такое вот. Еще пародия, У нас есть такие, Эти самые поэты, Значит, Ну, как бы поэты Академического уровня, Значит, Ну, В принципе, Вот они сочиняют Хорошие стихи, С их точки зрения, Ну, ничего не понятно, Ничего они так пишут. Глупость полная, Их называют, Как бы, На персточнике, Тоже фамилии не буду называть, Но придется, Наверное, Значит, Пародия на, Читаю, Оригинал. Озеро Ван Бетховен, Ельники Краснотал, То ли рояль расстроен, То ли топер устал, Пальцы не чуют клавиш, Эх, куда завело, Все проиграв, Ты старишь, Озеро Назиров, Ну, че же, Евгения Изваревна, Значит, Называется пародия Эх, куда занесло, Озеро Амадеем, Моцартом разлилось, В Березнике, Балдея, Рог навострялось, Зря в костерочке шают, Ельники Краснотал, Что-то танцору мешает, Или танцору встал, А на гнезде кополуха Томно чистит перо, Нынче мне невезуха, Ставлю, доставлю, Сироп, Небо в крупную клетку, Пальцы не чуют струн, Кто приволок рулетку В мой постсоветский салон? Вот такие вот у нас еще, Ну, Как говорится, Это самое, Герман Владимирович, Мне продолжать, Или вы возьмете Это самое, Ужу на себя? Люди уже устали, Устали, У нас подолгу слушают, Если позволите, Ну, как говорится, Велено было мне И свои какие-то верши почитать, Да, конечно, Классическая катасия, Позволите, Которая я без нее читаю, И вроде научился, Если в городе старинном К вам пришла деда, Если стали одноцветны В городе дома, Если о себе Заботились рыцари и ушли, И, закрывшись, Тихо смотрят розовые сны, Отворите двери, Пусть ворвется ветер в дом, На волшебные качели Встаньте босиком, Поднимитесь ближе к солнцу, Вы в волшебный час, Если нам не верят в чудо, Кто поверит в нас? То есть можно еще, да? Да, да, да. Ну, и стихотворение, значит, У меня с ним связана Интересная история, Оно, конечно, Йорвенческое, Прошу прощения, Но в свое время, Это 70-е годы, Я его отправил в журнал «Юность», Ну, думаю, Блин, я же написал шедевр, Что, я же написал хорошего, Значит, и... А тогда была такая фраза, Мне нравится, Рукописи не лицензируются И не возвращаются, И я получаю полный пакет, Что я отправил, И за подписью Бориса Полюбова, Мы, говорит, Подобное не печатаем, Но рукопись тебе возвращают. И тут что-то до меня дошло, Что, наверное, Что-то хорошее написал, Но, значит, Сейчас поймешь, Почему не печатали, Но я тоже понимаю. Снова к теме любви, Возвращаясь, Я хочу спеть сегодня сонет, Как по улице поздно шатались, К даме шествовал пьяный поэт, Как лелеял мечту о свидании, В рифмах даму свою раздевал, Как на ложе счастливых рыданий, Он ее обнимал, обнимал, Но фонарь отдаленный потухнул, Мрак ночной уж не мог разорвать, И поэт наш, нечаянно рухнув, Громко вскрикнула, Ядок катаюсь, И из люка в грязи вылезая, Все пытался мечтон догнать. Представляете, Если бы это 70-е годы, Возвращаясь, Была бы рекомендовать. Наверное, полевого бы сняли. Может, многое не буду, У меня вот такая маленькая книжечка есть. А у меня такой нет. Я ее в музей отдам. Если захотите, почитайте. Потому что у меня до сих пор еще барбы. Я не считаю себя поэтом. Время от времени что-то приходил, Опечатал когда-то дальше. Но действительно иногда читать свое. Чудое мне нравится. Ирван Владимирович, почитай. Ну, знаете, для интереса, Чтобы разбавить различные жанры, Я прочитаю сказку. Сказка называется «Колобок». Очень оригинально. Время двигалось ближе к обеду, Мерно стрелки скользили, Пока вдруг приспичило старому деду, Захотелось ему колобка. Ничего не придумал он лучше, Уж такие они старики, Ибо денег в избе, Неполушки, И не горстки в запасе муки. Но старуха у деда Недаром с измолества сметливой слыла. И она помела по амбарам, По сусекам она поскребла. Ей не надо было учиться, Коль таланту отпущена впрок. Заместила ржаную мучицу, Испекла из нее колобок. И лопаты из печки достала, Положив отдыхать подружник. Задремала старушка, устала, Ну а тот с подоконника шмык, И на улице в раз очутился, Без раздумий, сомнений, тревог, В синий лес с бугорка покатился, А навстречу, как водится, волк. Рот разинул и брюхо расслабил, Но сказал колобок на ходу, Я от деда ушел, и от бабы, От тебя и подавно уйду. Только пыль завелась по дороге, Волк с досады пустился реветь. Колобку, между тем, Очень строго заступает дорогу медведь. Он при виде подарка такого Впал в голодный неистовый раж. Колобок тормознул, И толково заложил в круг медведя вираж. И помчался по узенькой тропке, Покатился в глухие леса. А навстречу ему, не торопко, Улыбаясь, выходит леса. Ах, какой удалой, да пригожий! Слух разнесся, мол, в наших местах Нет красивее тебя. И, похоже, говорят, что и петь ты мастак. Жаль, что плохо я слышу и вижу. Сядь на нос мне, придвинься к ушку, Чтобы ты оказался поближе. Уж куда-то тебя, петушку! Колобок не инородно носом мастился. Лиса вдруг раздула бока В предвкушении славком гостинца. Пасть раскрыла, и нет колобка. Он-то думал, я всех одурачу, Бабе с дедом достанется шиш. Но, если ты для еды предназначен, То куда от судьбы убежишь? Если еще позволите, Последнее прочитаем, наверное, И, может быть, вы нас простите, Но мы и сядем, да? Ну, у нас журнал мы начали печатать, И появились не только, допустим, Наши уральские поэты, московские поэты, А еще и зарубежные. Ну, вот мне очень нравится пародия, Тоже из пародии. Значит, это у нас Алексей Березин Из Нью-Йорка. И мы тоже это все печатали, Все это в журнале вместе есть. Значит, оригинал. Галина Демидова. Стихотворение. «Посмотри, как парусник белеет, Мирно вдаль сверет погладь Синих рек. Вслед за ним вода волною реет, С лодки мне сигналит человек. Влажный воздух путает прохладой, И от ветра слезы на глазах. Ничего сейчас уже не надо, Только бы умчаться в парусах». Галина Демидова. Пародия называется «Ой, цветет Галина». Мне очень нравится. «У природы нет плохой погоды, Просто тихо плещется вода, Где-то провожают пароходы, Светит незнакомая звезда. Вот белеет парус одинокий, Превращаясь в белых шуравлей, Запиваешь оляпин, Караоке, Чтобы сердцу было веселей. Вместе с нашей Таней Громко плачет Соловей, российский славный птах. Что такое? Рыцарь без удачи В ловких и натруженных руках. И склонясь до тына, До самого через реку Снова едет грек. Нет, я не расстанусь с комсомолом, Где так больно дышит человек. Там, где у ручья цветет калина, Полная задора и огня, Вышла я, Демидова, Галина, Поэтесса, Завтрашнего дня. Ну, если есть какие-то вопросы, Задавайте пока, Мы пока здесь и готовы ответить. Если хотите, мы будем читать дальше до утра. Какие будут предложения? Вербите Белые ночи, Так что можно и до утра. Ну что, читай дальше? Читаю дальше. Смешные названия деревень на Урале, Почитайте. Сейчас, если у меня, Я наизусть не помню, Но у меня, по-моему, Здесь должно быть. Это, честно говоря, Просто собираем как бы книжечку, Ну, как бы наши, Ну, как бы, не как бы, А лучшие наши, Те стихи, которые нам нравятся, Чтобы выпустить отдельное издание. Сейчас я посмотрю. Это Сергея Толкарева. Прошу прощения за то, Что приходится искать, А не сразу наизусть. Да, есть. Вы просите стихи, Их есть у нас. Значит, Сергей Толкарев, Страдания по названиям. Порой, Не до патриотизма, Ведь на Урале, Как на зло, Нет, Сапонимики, Для ритма. Уралу с ней не повезло. Для уха нет очарования, Ревда, Кстати, Это моя родина. Ревда, Кытлы, Тавда, Салда, Какие тусклые названия. Вот, Барселона, Это да, Париж, Милан, Пуэрту, Рико, На слов божественных звучат. На этом фоне просто дико Звучит, К примеру, Баранча. 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 Это уже неловко, Хоть на три буквы за рифмой. А за чертою горизонта. Афины, Веймар, Монреаль, София, Генуя, Торонто, Леон, Флоренция, Персаль. Как музыкальные, Приятные, Прямо на душу елей. Цивилизация. Понятно, Культура прятана С всех челей. А мы и тут от них отстали. Мириться с этим нету сил. Зачем Вагулу на Урале Медведь на ухо наступил? Это тот медведь, Не мы не шли. Но успокоимся, Однако, На свете есть и как мандук, И гонолулу, Стики, Каха, На карте мира я найду. Ну, это вот, Сережа Токаря. Еще мне нравится У него посвящение Баланское Весна на пешеходном переходе. На переходе оживленном Народ торопится, бежит, А поперек тропы народной Нахально женщина лежит. Она свалилась на дорогу В том самом месте, Где трамвай. Наверно, подвернула ногу, Вот, блин, Азохан, Вей, вай, вай. А может, Шкурка от банана Попалась даме аккурат, И тут сработал Как-то странно Вестибулярный аппарат. А может, Просто засветила Ей отдохнуть и полежать, Чтобы с удвоенной силой, Поднявшись, Дальше подержать. Она лежит и отдыхает, Исполнив Крестное сольто. Весенний ветер трепыхает, Полый предкрасного пальто. Трамвай остановился нервно, Трамвай остановился нервно, Народ волнуется, Да, слез. Всем померещился, Наверное, Несчастный Мишка Берлез. Вот так, С разбегу, Оступившись, Неосторожно, Ну и ну, И, Как всегда, Поторопившись, Упала Женщина Весну. Мне еще очень нравится Анатолий Марласов. Анатолий Марласов Это бывший директор Областной Тюменской библиотеки. Конечно, Интересная перекличка. Анатолий Марласов Писал стихи в Тюмени, А Александр Старовойтов Писал стихи в Тюмени. Значит, Это два директора Двух крупнейших библиотеков. У Старовойтова Сколько? А, Ленин, Сталин, Гитлер, Дуча, Сколько в мире невесучих. Значит, Ну и вот такие коротенькие. У Толия Марласова Значит, Извела меня Кручина, Подколонная Змея, Но была она Мужчина. И мужчина этот я. То есть, Вот такие вещи. Ну, у него, Значит, Вот лист бумаги, Авторучка, И времени уже в обрез, Жена, Соседи, Очень скучно. Ну, Как тут обойдешься без Аптеки, Улицы, Печали, Чуть освещенный фонарек. Как предсказал поэт в начале, Так в 21-м мы живем. Вот современнейший компьютер, Соперник старому перу, Три дабл, Плюс собака, Путин, И не Россия, Просто, Ру. Она кастрирована, Впрочем, Все это будет, Словно встать. И правнуки узнают почерк, Аптеки, Улицы, Панарки. Аптеки, Вот такие вот они, Аптеки. Петри, Еще Толи Морласова, Ёшкин, Клеш, Такие вот дела, Родина им не права дала. Господи, Чего могу сегодня? Все могу, Я треном уши мать. Я могу, Из трех, Из неугодных, Одного угодного избрать. А еще могу, Совсем без страха, Хватит, Но терпелись, Черт возьми, Вычеркнуть, Троих единым махом, Без бюрократической возни, От свободы, Ошалелый, Здорую, Я могу, Плевать на малый русский, Он здоровый, Выдвинуть свою кандидатуру На какой-нибудь высокий пост. Господи, Ура, Свобода, Есть, А теперь бы что-нибудь поесть. Вашем очереди? Ну, Если эти темы продолжать, То можно... Городской романс Называется Запрессованный В дымный автобус, Нашпигованный В ребра И в зад, Собираюсь, Коплюсь И готовлюсь, Ведь на следующий Влезать. Пропустите меня, Пропустите меня, Бьюсь, Как угорь, Скалистые спины Кляня, И не чувствую, Чую, Чужая рука Добирается До моего кошелька. Как бы мне Половчей Извернуться, Через щелки Себя рассовать, Вот уже и старушки Плюются, Ну и пусть им, Их, А мне наплевать, И последние силы В последний рывок Я вложил, Так что весь До подтяжек Промок, Прошмыгнул И продрался, Толпу пропорол, И как горло орел Вдруг свободу обрел. Ах, как дышится Вольно и сладко, Хоть и воздух Здесь тоже не мед, Я разгладил Прорехи И складки И шагнул С наслаждением Вперед, Но возмездием Стрелой Просвистел Мерседес, Обдал грязью, Чтоб близко К проезжей Не лез. Я платочком Утрось И тихонько Вздохну. Что ж, Приду На работу И там Отдохну Запрессованный Дымный автобус. Однажды Тленью Вопреки Поскольку Жизнь люблю Я вставлю Зубы И очки Яповские Куплю Устав От вечной Маяты Чтоб Отвести Беду Крутые Прочные Шунты Сквозь Сердце Проведу А чтоб Жене Моей Родной Так громко Не орать Вживлю Я в ухо Заодно С мембраной Аппарат Осуществлю Свои мечты Аппарат Цвет Сверху 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 Белый Снизу Красный Посредине Голубой Аппарат 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 Вы не видели Что хорошая Поэзия У нас Существует Нет Абсолютно Ну Наверное Наверное Это самое Можно Посмотреть Так что Как говорится КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok